Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Когда люди не могут найти общий язык, говорят, что они живут как кошка с собакой. Но эти необычные друзья, о которых сегодня мы расскажем вам историю, разрушают все стереотипы. Собака породы Шитсу спасла маленького котенка и стала для него приемной мамой и лучшим другом. В тот день был ужасный ливень. Возле приюта для животных в маленьком городке штата Мэн остановился грузовик. Из него вышел мужчина. Несколько секунд постояв у двери, он нажал на звонок. Из приюта вышла девушка. Слушаю вас, улыбнулась она. Мужчина рассказал, что он проезжал мимо оврага и увидел, что там застряла собака. Когда волонтер девушка по имени Кара спустилась в овраг, она увидела, что там в размытом песке рядом с колючим кустарником сидели двое животных. К собаке прижимался крошечный котенок. Он дрожал от холода. Увидев незнакомых людей, собака немного подвинулась в сторону, будто хотела закрыть собой котенка. Волонтер была очень удивлена и приятно шокирована одновременно. Как котенок и собака смогли найти общий язык? Она назвала собаку Гердой, а котенка Каем. Первые дни в приюте были очень тяжелыми для обеих животных. Котенок боялся людей, а собака боялась за котенка. Их хотели поместить в разные вольеры. Но Герда начала рычать, требуя оставить малыша под ее присмотром. Врачи провели необходимые манипуляции. Оказалось, что и котенок, и его приемная мама абсолютно здоровы. Несколько недель Кая и Герда жили в приюте. А потом Кара, та самая волонтер, которая и дала им имена, забрала котенка и собаку к себе. «Это было лучшее решение в моей жизни», скажет через несколько лет Кара. В свободное время девушка занималась фотографией. Она снимала своих питомцев в разных образах – волшебников, супергероев, других животных. Со временем хобби положило начало целому социальному проекту. Если у собак и кошек получается дружить, возможно, люди тоже могут стать терпимее друг к другу. Девушка даже организовала выставку, героями которой стали Кай и Герда. Со временем работы девушки стали узнаваемыми. Многие хотели не только посмотреть, но и приобрести себе домой уютный портрет кошки и собаки. Все полученные за фотографии деньги Кара отдавала приюту, в котором когда-то работала и в который привезли после спасения Кая и Герду. Неразлучная парочка стала настоящим символом приюта. Кай и Герда и их хозяйка вместе снялись для его рекламы. Билборды с фотографиями улыбчивой девушки и ее милых питомцев стали украшением целого штата. Теперь Кара задумывается над тем, чтобы написать о своих питомцах книгу. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.